Домская площадь. С добрым утром! Я созвонился с самого утра с министерством благосостояния для того, чтобы обновить информацию. Пока нет никаких проблем для того, чтобы волноваться. Правильно, что вы поднимаете в своей студии этот вопрос. Людей надо успокоить. В данном конкретном вопросе есть достаточное количество банков, которые не в санкциях. Есть довольно большое количество, которые работают по другим операциям банковскими, не связанным с пенсиями. Но через две недели ожидается транш. Он идет централизованно с Пенсионного фонда России на счета наши, латвийские, потом переспределяются по счетам непосредственно получателей. И это будут деньги в евро? Да. Вообще нет никаких вопросов о том, что начататься могут быть не в договоре, оговоренных в единицах финансовых. В данном случае никто не стал под сомнение вопрос, заключенный в 2011 году между Латвией и Россией. Я надеюсь, что политики до этого не дойдут. Поэтому каждая из сторон должна выполнять этот гуманитарный коридор, потому что это все-таки гуманитарное направление. И действительно она не попадает под санкции. И действительно вопрос здесь технического характера. Тот как раз банк-оператор с той стороны должен перевести деньги на латвийские счета и потом они переспределятся. По курсу, я думаю, что курсом там проблем не будет. Это будет не индивидуально каждому банку, а централизованно в одном месте происходить какая-то... Но тем не менее, изначально пенсия начисляется в российских рублях, далее она в России конвертируется в евро. То есть по-любому деньги, которые приходят сюда, это уже не те, которые человек бы реально получал в рублях в России, а намного меньше. Ну, совершенно верно. Но дело в том, что мы всегда призывали наших жителей Латвии, которых был выбор, идти в пенсию российскую и стать гражданами России ради этого, или все-таки остаться в латвийском пространстве и натурализироваться, или по-другому как бы стать гражданами Латвиями. То есть в данном случае, конечно, мы были как раз те люди, которые предупреждали, что в 55 возможно это выйти лучше на пенсию, но в другом... То есть соблазн оказался ловушкой, и мы сейчас видим, что это такое. Потому что смена гражданства в данной ситуации почти невозможна, она всегда была сложной, отказ от российского гражданства. Но я хочу успокоить все-таки, здесь мы считаем, в Латвии, я надеюсь, большинство политиков, что это наши люди. Люди, проживающие здесь, многие работали здесь, и если какая-то проблема будет возникать с российской стороной, то, я надеюсь, социальные службы будут обязаны помочь этим людям. И никто не имеет права отказываться этим людям. Я еще раз говорю, что здесь такой вариант, что это люди, которые живут на территории Латвии и с правом здесь жить, и поэтому вся социальная ответственность по отношению к ним должна быть выполнена. Есть и самоуправление должно быть оказывать в случае кризисной ситуации, и чиновник министерства подтвердил это в полный объем помощи. Поэтому в данном случае, люди, не волнуйтесь. Нет такого, что у вас единственные люди, которые беспокоятся за границами Латвии. В данном случае вся социальная политика, которая выстраивалась в Латвии, она была без дисквинации по этому вопросу. Сколько у нас реально получатели таких пенсий? 11 тысяч. 11 тысяч у нас и 715 наших подданных в России. То есть в связи с тем, что договор-то двухсторонний, где тут взаимозачеты. То есть мы платим деньги непосредственно в Россию, а они получают пропорции, конечно. И та, и другая сторона, как мы только что слышали из интервью чиновника, выполняет свои условия. И, кстати, та же ситуация очень волнует и наших северных соседей в Эстонии, где тоже достаточно много получателей российских пенсий. И там тоже в Министерстве социальных дел все чаще, так же, как и представители нашего Минблага, говорят о том, что право на прожиточное пособие есть у всех жителей Эстонии. То есть политики не исключают и возможности нагрузки на социальный бюджет, если что-либо изменится. Сегодня, на сегодняшний момент, на 8 утра, нет никаких даже намеков на то, что российская сторона не выполнит обязательства. Еще раз, достаточное количество банков, которые работают еще со счетами за рубежом, и еще раз, этот транш не является объектом санкционного права. В данном случае этот транш должен быть на счетах в Латвии, и тогда уже компетентные органы переспределяют их по счетам наших людей. Я еще раз говорю, что российские граждане, которые живут на территории Латвии, это наши люди. Вопрос, который уже прозвучал в эфире, и слушатели слышали конкретные ответы о том, что российская или латвийская пенсия человек может выбирать только раз в жизни. Если предположить, что развитие отношений, это, помните, на цитату из фильма, да, дело ясное, что делать темное, никто не может предположить, что будет дальше. Есть ли, возможно, вот такой худший сценарий? Готовы ли политики к тому, что, может быть, и эту статью социального законодательства можно было бы пересмотреть, чтобы со временем как-то конвертировать российскую пенсию в латвийскую? Как крайняя мера? Да, здесь все-таки вопрос того, что это граждане России. И в данном случае у нас институт двойного гражданства работает в исключительных случаях. Поэтому здесь очень сложно будет менять непосредственно всю настройку над законом о пенсии. В данном случае есть договор, есть закон о гражданстве, и только после этого закон о пенсиях. В данном случае этот юнталэкумс, главный закон, все-таки здесь в данной ситуации будет закон о гражданстве. О пенсиях сегодня будут говорить и с большой трибуны парламента, но в другой связи, как поддержать всех наших латвийских пенсионеров, получающих латвийскую пенсию по старости, когда все в стране дорожает буквально с каждым днем, с каждой недели. Идея много, как мы слышали. Какие из них становятся вполне осязаемыми? То есть более ранняя индексация пенсий. А что касается идеи, которая прозвучала из уст политиков о так называемой 13-й пенсии, во что она трансформируется? Да, совершенно верно. Сегодня очень активно идут переговоры с министром и социальными партнерами. Конферация пенсионеров подключилась активно. Мы тоже позвониваем сегодня часто. То есть мы пытаемся сегодня, несмотря на то, что мы политические конкуренты, разработать систему, при которой как можно больше финансовых средств из бюджета поступили бы как раз на помощь пенсионерам. Я еще оговорился не на помощь, а на компенсацию. То есть большинство жителей Латвии сегодня, которые получают фиксированную выплату, пенсии или пособия, находятся как заложники, так как они не могут физически изменить размер. Но по моим расчетам потребительская корзина услуг и товаров у пенсионеров удорожала за последний месяц на 35%. Я знаю официальную статистику. 11,5% это по Латвии на март, но я это считаю еще по корзине. И поэтому я предложил министру и разработал поправки, которые как раз индексация рассчитывалась бы не с общей инфляцией. Ну, например, есть вещи, которыми мы пользуемся. Там новые телефоны, связь, автомобили, которые влияют в том числе на инфляцию, но в другом порядке она сокращает эту общую цифру. А если мы говорим про ту корзину, рыбу, мясо, яйца, мука и так далее, то там инфляция около 30%. Если мы берем услуги, дизельное, топливо и так далее, то там больше 50%. То есть здесь уже начинается конкретная дискуссия, а все же, возвращаясь к вот этой дополнительной пенсии, 13-й, заходя в студию, вы сказали, что вы не склонны были бы называть вот эту 13-й пенсию, поскольку пенсионерам дают неправильный посыл. Нет, я бы хоть поддержал бы 13-ю, но 13-й, это значит, что в декабре должно быть два транша финансовых, то есть две выплаты одинаковые. То есть мы должны выплатить 13-ю пенсию в том же самом размере, что и назначенная пенсия в декабре. Но чего, скорее всего, не будет, о чем в студии здесь, в эфире Домской площади, говорила глава Федерации пенсионеров госпожа Барча. Да, но мы... И она называла конкретную цифру, что если что-то, и может быть, то не более 200 евро. Таков ее прогноз. Да, но дело... Но не 500. Но дело-то в том, что удорожание в сегменте услуг, если мы говорим о коммунальных платежах, если мы говорим о удорожании всего, что связанное с коммунальными услугами, то есть сегодня уже, понятно, даже простая вода будет на 20% дороже, то мы с Барчей совпадает наше мнение, что выплаты должны быть больше 200 или хотя бы 200 на протяжении зимних месяцев. Для того, чтобы пенсионеров с однокомнатной квартиры, где планируется по информации с Рига Силтумс, будет 250 евро вместо 100, то это необходимо компенсировать, так как человек по-другому не сможет выйти из ситуации. Или, опять же, вопрос о еще одной индексации 1 апреля по итогам уже инфляционных показателей 12 месяцев отопительного сезона, в том числе и 6 месяцев половины, тогда мы выйдем более-менее на нормальный индексационный какой-то показатель, который компенсирует задолженность. Потому что сегодня пенсионер, который не уплатит коммунальные, это в том числе нагрузка на государственные бюджеты самоуправления. По информации с Резакной, она продолжается разориться, если выполнят все обязательства места пенсионеров по теплоэнергетике, а если не выполнят, то, по большому счету, пенсионеры не смогут выжить. Там прирост по горячей воде и по отоплению в три раза выше, чем предыдущий сезон. В данном случае государство должно придумать, и мы им поможем, придумать такой инструмент за зимний период, для того, чтобы компенсировать максимально можно. Поэтому я считаю, 13-ая пенсия в полном объеме возможна, и 200 евро, к сожалению, хороший посыл, но не спасает ситуацию. Особенно в предвыборных год, кажется, никто не сомневается, что это решение будет принято. Очень хотелось бы, чтобы было давление нас на политиков, которые действительно сегодня держат кошелек. Пенсионеры, давите, вас слышат, особенно сейчас. Мой гость начинает нервно смотреть все на часы, это понятно, в 9.00 начинается заседание Сейма. Я не смею вас задерживать. Андрей, большое спасибо за ваши комментарии. Андрей Клементьев, депутат Сейма, депутат социальной комиссии парламента. В прямом эфире Домской площади о ситуации с российскими пенсиями. Во всяком случае, на политическом олимпе страны есть информация, что пока ничего не меняется. Российские пенсии поступят в Латвию, как ожидалось, в конце этого месяца. Да, поступят они в евро, поэтому деньги будут, пенсии будут. А то, что обсуждалось и обсуждается сейчас в публичном пространстве, новость агентства РИА Новости, о декрете российского премьера о том, что пенсии могут якобы перевести в рубли и начислить их, перечислить в российские банки, это как крайний вариант, до которого дело может и не дойти, сказал наш собеседник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова